Вот что было в предыдущем выпуске. Кто хочет стать игроманом? Встречайте Антона Марченко из Москвы! Кто является создателем знаменитого Тетриса? Какая компания в ноябре 2020 года выпустила сразу две новые консоли девятого поколения? Какое животное в DLC к игре Atomic Heart закидывало майора Нечаева смешными фразами, оскорблениями и различными отсылками? Ну я понимаю, игры на благотворительность, я условная вот эта звездулька, да, там вопросы полегче, но не настолько же... К какому основному жанру относятся серии игр Crash Bandicoot? А. Песочница Б. Рогалик С. Шутер Д. Платформер Ответ D окончательно Хорошо, что мне не надо никому звонить, и никто мне не подскажет неправильный ответ, как бы, да? Я пройду дальше шестого вопроса. Это я все еще камни в огородке, да, да, я злопамятный человек. Кто наблюдает за прогрессом и выбором игрока в серии игр The Duck Pictures? Эээ... На какую организацию работал Адам Дженсен в Deus Ex Human Revolution? Эээ... Какого бога убивает Кратос для того, чтобы стать тем самым богом войны? Это шутка какая-то или что? Какого радиационного животного никогда не было в серии Fallout? А. Рад Чайка Б. Рад Дельфин С. Рад Олень Д. Рад Скорпион Давай, я, наверное, интернетом воспользуюсь. Не успел. Так. Самое... Самое бесполезное вообще. Ха-ха-ха. Ой, ну нет, все-таки... Нет, скорее всего, Рад Дельфин, потому что я не помню там... водоемах типа таких животных окончании парада вас когда давай так рачайка была в четвертой части фуал а вот дельфин только упоминался но в игре его никогда не было правильно в каком году вышла 1 в истории ммо игра habitat от лукас арт entertainment а в 1977 году b в 1983 c в 1986 и до 1990 году первое в истории тяжело быть первым в истории когда это происходит восемьдесят шестом году или это если происходит в девяностом не пускай это будет восемь шестой год мы с тобой попрощаемся ответ c 1986 год ответ окончательный и это было восемьдесят шестом году правильный ответ слушай до пятнадцатого вопроса я конечно не дойду финальная сирена дорогие друзья добро пожаловать в эфире шоу кто хочет стать игроманом и его финал но спешу вас успокоить всего лишь финал сезона меня зовут александр можженок а по левую сторону от меня как говорится антон марченко из москвы который молниеносно начал свое восхождение к нашему главному призу в прошлом выпуске и сегодня это восхождение продолжится при этом тонн ты изменился здравствуй здравствуй да я по стригся да очень даже я одел свой несчастливый пиджачок в котором я участвовал в телеверсии игры gamlet incident но и в общем то как у тебя настрой сегодня ну смотри осталось три вопроса я себя чувствую хорошо учитывая то какие легкие вопросы были в прошлой игре я думаю я очень надеюсь что такие же легкие вопросы будут и сейчас но учитывая что мы с тобой играем на благотворительность конечно не хотелось бы чтобы все заканчивалось так плохо то есть я не хочу проигрывать не хочу выигрывать мало все-таки три игры это 6000 рублей на 6 тысяч рублей это деньги большие тем более для такого проекта как твой в принципе но да но перед тем как мы с тобой продолжим игру посволь я тебя вот о чем спрошу в прошлый раз мы эту тему особо сильно не затрагивали ты сказал что на своем канале занимаешься макапами заставками графика и миллионера и уже очень долго да а вот такой да не только у многих зрителей вопрос такой задался по-любому когда они смотрели этот выпуск а как ты это все делаешь долго ли это ты все делаешь насколько это все время по времени реально занимает то есть очень интересно узнать ну знаешь достаточно долго но тут зависит понимаешь от того что я делаю то есть раньше я вообще начинал это все всем этим заниматься 2017 году раньше естественно компьютеры были послабее без 40 90 я вон было сделаю рендерил вообще на гипер пинке зрителей с тоска такая что это такое это intel pentium g серия значит я рендерил тогда студии по 20 минут на кадр какие-то но я вообще раньше делал именно тесты студий не было такого что заставки туда-сюда а вот когда уже пошла эта мода на заставки особенно на рейф эпоху да который к сожалению твоя заставка не выполнена да вот там уже там уже был очень долгий процесс разработки то есть это анимации это покадровая какая-то вообще сравнение покадровая это текстуры это свет это все по сути и она до сих пор порабатывается до сих пор дополняется этим уже пять лет занимаюсь и даже для своего проекта даже для своего канала я все равно какие-то новые вещи делаю какие-то вещи тестирую там новые рендер движки текстуры плашки то есть все я иногда извинись что перебью иногда у меня задается такой вопрос ты сначала такой сделал крутое дело потом выложил потом через такой скажем месяц-два такой не говно было давай переделать ну нет знаешь просто смотри когда ты делаешь что-то первое ты ставишь так сказать фундамент и очевидно что на этот фундамент несмотря на то как ты его сделал красиво некрасиво ты все равно его так или иначе как-то как-то называется а апгрейдишь в слово забыл значит и вот по мере этого апгрейда я вот например прихожу к картинке которая будет похожа на ту что у нас на телеке то есть я прекрасно понимаю что несмотря на то что вроде как она все выглядит красиво да то есть и может быть да но нет все еще той точки в которой я скажу все пожалуйста вот я заканчиваю работу и она это называется даже как-то это какой-то комплекс какой-то комплекс не творца как-то в науке это называется именно я забыл собственно тоже о опять же этот термин ну никогда не поздно что-то апгрейдить как-то работать не ну зрители сейчас видят на пальбом на экране какие-то твои наработки даже те которые ты у себя даже не выкладывал то есть это такие мини эксклюзив у нас сейчас в программе подемонстрируется а вот смотри вот у тебя сейчас скоро осенью будут выходить 25 лет юбилейные игры 6 запланированных программ каждый раз меняется и заставка и студия как ты решился на такой масштабный проект вообще сначала была одна определенная заставка то есть я в сотрудничестве со своими друзьями иностранцами кому-то там что-то делал то есть я изначально вообще такой сделал заставку нидерландскую 9 года она пока еще не выложена на канал она скорее всего ее здесь видите и как-то так пошло что он меня попросил доработать его немецкую заставку которая австрийская и вот пошло 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 и я такой блин а прикольно было бы посмотреть как будет выглядеть типа 25 лет классическая до сюда что-то вот она как-то все пошло так сказать как это назвать спали пошло просто так то есть я такой блин 25 лет в эфире но я же не хочу просто заставки делать я же 5 лет нас я же 5 лет ну надо на 4 я же 4 года назад типа делал вот эти вот спешла почему бы почему бы не вернуться там набрать просмотров тем более айп все дела можно набрать людей и вот стрельнула захотелось и сделал и ну ну как сделал начал делать то что я все еще делаю потому что естественно очень много работы единственное чего естественно так сказать боялся это того объема работ который мне стоит потому что учитывая ну ты сказал 5 застала 6 заставок 6 студий для которых все студии которые у нас были соответственно за всю эту историю то есть и естественно это столько рендеров столько работы столько анимаций то есть учитывая еще результаты которые были и соответственно я уж не буду разглашать результаты учитывая что и ты играл и вы можете прямо сейчас и вы можете прямо сейчас посмотреть собственно отрывок из его игры кого алистовали на момент восстания на момент ну накануне да я просто про себя сижу давай ответим пестыль потому что я я не думаю что муравьев постал скрыт все пестно ответ окончательно да давай будем возьмем окончательный ответ ответ потому что с 50 на 50 вариант который я думал он отмелся кого-то думал лево или каховского 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 этого человека арестовали накануне восстания потому что он не дошел до этой сеновской площади фанально он был в туче не в тот момент и кто это место да и соответственно вот это вот все она как-то ну по наитию пошло и че почему нет то есть мы я таким образом не только подвожу итоги но и поразумеваю что формат настолько долго уже живет что он проживет еще 25 лет и еще 50 лет то есть это формат вне времени я собрал легенд на самом деле нашего фэндома если можно так выразиться то есть ты ты в их числе и определенные гости которых естественно не могу пока разглашать но естественно если вы 1 октября начнете смотреть эти серии вы все увидите соответственно вот вот это вот все она как-то пошло и захотелось тем более маленькая маленькое отступление в одном выпуске у тебя будет заставка не российская не так который бы продавка и соответственно соответственно как раз таки немецкая на вот я говорю с нее с нее все пошло соответственно вот этот вот дизайн 25 лет в эфире монетки специальные я выдаю монетки да то есть вашим игрокам и ну как-то знаешь вопросов пока не возникало меня никто ничего не спрашивал то есть людям нравится но смотри я то знаю прекрасно что ты хотел шагнуть еще дальше ты хотел попробовать снять что-то подобное в российской студии но тебе к сожалению не дали хотелось да 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 вот хотелось как раз таки хотелось как раз таки его сначала все пять игр записать а последнюю шестую как бомбануть да ну вот ну не вышло шо шо поделаешь ну не так не того уровня я не так называемые сайдмены или как вас российский эквивалент можно назвать не могу вспомнить в общем понятно поняли то есть до студии мне пока далековато хотя вроде как закончил продюсерский диплом получил все работают так сказать над форматами съемками и прочим вещами ну хорошо перейдем к игре сейчас будет напомню зрителям сейчас будет звучать 13 вопрос приз на этом вопросе нас игра за две тысячи рублей напомню что мы играем на благотворительность рубли будут переконвертированы из нашего приза и отправлены на благотворительность а подсказок у тебя не осталось так что теперь тебе придется полагаться только на свои собственные размышления на логику и интуицию готов когда я не был готов для антона марченко продолжается игра кто хочет стать игром она вот как звучит 13 вопрос сколько братьев и сестер было у персонажа серии resident evil альберта вескера а 4 b 8 c 10 d 12 я не играл ни в одну часть нет ни в одну часть я играл точнее как я играл в resident evil code вероника насколько я помню это было на ps4 я тогда арендовал у друга он мне пару игр дал это было в бородатые годы 17-16 году ну у меня есть такое предположение то есть resident evil это такая очень отсылочная игра и альберт вескер выглядит слишком уж по божески так сказать ну как аллюзия на иисуса нашего христа интересно и и судя по ну у меня вот такое ощущение сложилось с просмотра сюжетов игр с просмотра фильма вот я кстати смотрел все фильмы с милоёвович жалею а жалею об этом наверное в какой-то мере но найти guilty players же у всех бывает правильно правильно значит и вот оттуда альберт вескер он выглядит как такой иисус наверное но немножечко так в черном и мне кажется все таки раз уж resident evil эта игра основанная больше на таких отсылочках на поп-культуре даже наверное в общем-то мне все-таки кажется что тут была аллегория на иисуса христа и 12 апостолов ну то есть понятное дело что понимаешь такие цифры что только 12 так или иначе символически на это подводит ну потому что с чем ты можешь связать цифры 4810 10 не критят я осуждаю извините 8 знак бесконечности 44 стороны квадрата я не знаю просто мне кажется мне кажется что все-таки 12 более такое приемлемое тем более для такого злодея как альберт вескер как супер человек так сказать вот я вспоминал все как как его назвать это супер человек да вот во вселенной ты был поэтому мой окончательный ответ d12 я в этом ответе ну уверен процентов на 60 потому что все-таки другие цифры слишком выглядит было бы тут число 13 я бы еще подумал про 13 потому что есть у нас апостолов 13 но было бы слишком легко от опять сказал бы что за легкий вопрос в принципе ты это тоже плюс-минус легкий потому что тут другие цифры просто но я более чем уверен что предыдущий выпуск ты чуть ли не на каждом вопросе говорил что это легкий вопрос но я уверен что многие зрители которые смотрели первую эту часть твоей игры они по-любому где-то сомневались например кто-то вот по-любому в чате писал о том что я не играл в майнкрафт откуда я знаю из чего там крафтится что вот это вот это было и к сожалению это это означает что у нас наше поколение не так уж осведомлено в играх хотя вроде как мы родились в эру цифровой революции ну ладно в общем давай к игре ответ d12 ответ окончательный ответ принято перед началом такой вопрос просто в тему но чисто поинтересоваться ты знаешь кто создал альберта вескера по сюжету по сюжету суши ну по сюжету ска по-моему это вы хотите замбреллы понятное дело что скорее всего пытиться замбреллы каких-то деталей я сказать не могу хорошо я сейчас буду перечислять имена алекс дерек фелиция ханс ура уже 4 хера ирма иона кен 8 так лаура марка майлс уильям 12 правильный ответ ну смотри пожалуйста вот те логика логика даже не играла все узнаю а вескер стал первым человеком который был живым воплощением мечты озвера спенсера как раз таки выходца амбревы ну короче как в хитмане вот этого день я ловек да и в идее превратить всю человеческую расу в сверх людей стать богом в новом мире богом естественно в кавычках и патчат части твое размышление верно вот откуда значить послышал все про божество про иисуса ну вот о кишки я удивлен серьезно а сейчас будет 14 вопрос две игры за две тысячи рублей насколько я помню я второй кто доходит до таких высот у тебя не совсем 14 вопрос сейчас будет звучать четвертый раз в истории игры но ты можешь но ты можешь стать вторым кто на него правильно ответит ну до этого еще дайте на потому что один раз все оставшиеся разы там пролетали ну задавай четырнадцатый вопрос две игры за две тысячи рублей из чего хидео кодзима спроектировал 3d модели уровней для самой первой части metal gear solid а конструктора лего б кубов пенопласта c гипсокартона д пластика слушай это факт вроде как я помню могу ошибаться скорее всего это был конструктор лего я тебе скажу почему потому что во первых это хидео кодзима этот человек этот человек как бы у нас наш инноватор наше все да я уже в прошлый раз об этом говорил и тем более учитывая что это 14 вопрос пластик гипсокартон кубы пенопласта во первых мы находимся сейчас в японии в этом вопросе вот честно я тебе скажу где найти нормально кубы пенопласта гипсокартон пластик да и учитывая что metal gear solid эта игра все-таки более комплексная то есть для того чтобы все эти кубы пенопласта гипсокартона и пластика реализовать это надо все резать это надо все строить а конструктор лего в этом плане гораздо проще потому что у конструктора лего во первых простота сборки во вторых деталей всяких способ блоков окон и прочего настолько много что я не знаю даже всего у завода лего не хватит чтобы наверняка построить завод лего типа допустим в какой-нибудь ширине так что скорее всего ну учитывая что это хидео кодзима опять же все таки я думаю что это конструктор лего а какой ответ какой ответ из четырех представленных для тебя самый парадоксальный конечно конструктор лего потому что ну я тебе говорю ты даже не в парадоксе дело а в логике самый даже нелепый наверное вариант ответа ну конструктор лего тут очевидно поэтому ну давай много а в какой в какое время сделали первый металл гир вообще ну серия металл гир если мы сейчас не говорим не про солид и прочее металл гир она у нас как бы началась с 80 дай бог 3 года металл гир солид выпустили же в тысяча девятьсот девяносто седьмом по моему году могу ошибаться ну в общем во времена ps1 ps1 поэтому нет я не ты так говоришь как будто конструктор лего не был распространен в 90 это был распространен просто это у нас в россии он нулевые так резко вознесся что начался этот культ лего в других то странах этот культ лего он и раньше существовал просто ну немножко в других так сказать масштабах ну скорее всего все таки конструктор лего это мой отличательный ответ да то есть ну вообще ну это Хидео Кодзима ну как иначе то у нас с Антоном просто когда говорим Хидео Кодзима мы начинаем смеяться ответ принят не ну никто не спорит это гений компьютерной индустрии в принципе абсолютно вот что сам Кодзима говорил я сам рисовал все карты для первого металгера и второго металгера на разлинованной бумаге да а в случае с Metal Gear Solid 1 начертил на листе структуру базы и всего острова то есть насколько нужно быть реально мега мозгом чтобы выполнять чуть ли не всю работу вот у нас сейчас сейчас вот бывают такие буряты ну что поделаешь сейчас многие удивляются тому что вот некоторые какие-то инди проекты выходят а люди удивляются мол типа эту игру сделал один человек да как так да это же типа ну вообще это же такой наверное объемный труд да сейчас игры создаются куда сложнее чем это было раньше все хотя и раньше тоже было нелегко тогда было тогда были не те как сказать не те возможности не те не по технику производственные мощности да естественно так как игра была трехмерной то каждую локацию я проектировал я именно я проектировал с помощью конструктор лего и трехматричные видеокамеры в процессе у меня кончились детальки поэтому сотрудники подарили мне дополнительный запас на день рождения правильный ответ пожалуйста пожалуйста гений гений что я бы сказать лучший человек вау 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 но смотри ему даже у него даже и фигурок не хватало деталек чтобы до конца сделать арену вот пожалуйста кто-то там удивлялся в 2000 дай бог вспомнить седьмом восьмом году когда выходил какой-то ролик где джеймс мэй дом из лего построил да вот а тут вот еще до него целую арену придумали для металлгир соли да однако что ты сейчас чувствуешь узнаешь вопросы так сказать посложнее еще бы но понимаешь посложнее но все равно я человек начитанный и я все-таки плюс-минус это заметно и знаю понимаю и заметно но вот макбета так сказать заметно заметно да но просто тут как-то вот оно все сходится что ли везение везение чистое везение вот мы посмотрим как сейчас 15 вопрос будет звучать вот если если там что-то будет про драгонейдж то естественно а если что-то другое ты вспомнил игру с адвентурой где у нее звучал вопрос про драгонейдж естественно я готовился я же что-то смотрел я же понимаю что я наверное мог бы стать вторым пятнадцатым вопросом хотя кто-то в прошлом выпуске говорил до пятнадцатого вопроса я не дойду вот знаешь двенадцатый меня скосил двенадцатый меня скосил хотя в принципе если бы у меня помощь интернета была то я бы его быстрее прошел и так бы у меня еще и право на ошибку осталось в общем то каких-то эмоций сейчас испытывать ну хорошо что на благотворительность выиграно уже четыре тысячи рублей а вот выиграю ли я шесть и стану ли я первым человеком у тебя за уже пять с лишним лет который наконец-то добьет твою базу но я тебя могу поправить не пять с лишним лет пять лет будет только в следующем году ну хорошо хорошо а дорогие друзья важный момент в истории нашей программы второй раз в истории будет звучать пятнадцатый вопрос и возможно антон наконец-то где-то хоть станет первым если он будет на него отвечать приз четырнадцатого естественного вопроса можно забрать в любой момент если вдруг не уверен я это специально говорю такой регламент сам понимаешь а подсказок по-прежнему не осталось да их и не будет я человек конечно люблю дарить подарки но не настолько не знаешь подсказка будет если я я не знаю вот это вот вот это вот тебе хватит для того чтобы подсказать подкуп в прямом эфире дорогие друзья это уже интересно подскажи пыжи мы заканчиваем выпуск до свидания не по-любому сейчас вот кто-то реально мне кажется и в прошлом выпуске писал в комментариях о том что вот типа подсказывать да я специально позвал друга на программу ребята у меня уже в первом и во втором сезоне участвовали мои знакомые друзья если бы мне надо было сделать я бы как кое-кто давно бы уже бы сделал первую команду да вот пятнадцатый вопрос три игры за две тысячи рублей можешь размышлять сколько угодно естественно первый вариант который ты прямо мне говоришь я принимаю как закончательный поехали хорошо поехали поехали на какое место в 1997 году журнал компьютер гейминг ворлд поставил основателя атари ноуна бушнепа в списке самых влиятельных людей игровой индустрии за все время а на первое б на третье с на пятое д на седьмое хорошее вопрос очень очень приятный вопрос до пятнадцатого уровня на не просто на логику а на факты я не знаю говорю сразу но отвечать и рисковать я собираюсь потому что на самом деле четыре тысячи рублей это не такие большие деньги их можно проиграть в принципе ну давай думать давай смотреть журнал компьютер гейминг ворлд поставил основателя атари именно в девяносто седьмом году на какой-то из мест игровой индустрии за все время было бы это первое место об этом бы ну наверняка делали мемы ну как мема то есть бывают такие странички во вконтакте которые факты типа выкладывают и я бы когда-то это точно узнал остается третье пятое седьмое значит давай подумаем значит девяносто седьмой год это по факту закат уже атари как производителя консолей и в принципе просто они сейчас уже как издатели игр что у нас там в девяносто четвертом году атари джегуар выходила если я правильно помню и вот атари джегуар ну сильно революции так сказать не сыскала продалась плохо казалось бы игры там никакой революции не произвели хотя 32 бита диски вот это все никому не нужна оказалось и по идее ну только лишь за заслуги потому что ну атари 2600 это этот инцидент с экстратерестриал соответственно вот седьмое место мне кажется маловато будет потому что ну это же основатель атари игровой компании которая прорубила так сказать окно игровой индустрии тем более не только в америке но и во всем мире ну ну третье или пятое опять же за что за что насколько хорошо должны были быть какие-то заслуги чтобы ему дали 3 и насколько так себе чтобы пятое в принципе могли и посмех надать я могу ошибаться что Нолан Буштеп скорее всего умер в это время могу ошибаться может он и жил тогда может и не посмертно дали посмертно было бы хорошо третье дать потому что первое что у нас в 97 году в 97 году по мду вышел значит если вышел Дум или в 96 если вышел Дум то скорее всего только за это за прорыв в игровой индустрии тогда давать пожалуйста первое место кармаку и ромеро вообще без проблем значит тогда в таком случае ну ну слушай ну у меня нет ну конечно третье или пятое но честно я могу так тысячу тысячу минут гадать только хрон забивать и давай я вот что сделаю я тут уже деньги доставал да вот у меня вот у меня лежит тут монетка вот пожалуйста показываю рубль официальный российский рубль и давай орлом будет пятое место решкой будет третье да и что выпадет что выпадет то я отвечаю потому что я могу говорю гадать тысячу лет здесь не смотри перед тем как ты бросишь монетку вопрос такой наводящий просто чисто на размышление дополнительно какое-то дать ты вообще в курсе заблужден по чем он занимался после ухода из атарии во время вот работы в атаре чем он еще ноль 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 вообще каких-то ноль каких-то мыслей ну я предполагаю что основатель атарии здесь не просто так и тут атария все-таки должна иметь какой-то вес поэтому я изначально и сказал про атарий джегор и прочие вот эти вот вещи соответственно вот ну давай третья или пятая значит опять же еще раз повторяю орел пятая решка третья орел мой окончательный ответ на пятнадцатый вопрос в игре кто хочет стать игроманом который может стоить мне три с половиной тысячи рублей ответ c пятое место ответ принят собственно я и говорил что я возьму первый вариант который ты мне прямо скажешь я тебе сказал первый ответ первое а ты его не принял все нет имеется ввиду ты там размышлял ты там размышлял а тогда хорошо хорошо а зря ты похоронил буш на по этот не прав он до сих пор жив ну и их работы хорошо значит значит непосмертно значит значит он все еще что то делает и прекрасно вообще нет так что в этом ты был не прав а а ну как выше бушин как и кодзима великий просто человек немного расскажу за него если вдруг кто не знает он получил также когда работал премию бафта фэлл шип и награду новатор а за что а за что за то же а то а все за все за отари да я просто думал что бафта вроде как награду новатор года нэшенал с ресторан news тут уже не за отари тут уже за кое-что другое а также был назван одним из 50 человек которые изменили америку вот даже насколько ну да да по версии newsweek а бушин основал более 20 компаний только представьте 20 компания сейчас не каждый предприниматель столько компании может создать является одним собственно отцов из отцов основателей игровой индустрии индустрии компьютерных игр в семьдесят втором году основал отари а великие pong и отари 2600 вообще вовсе открыли дорогу всей игровой индустрии в целом да да здесь 77 году сеть семейных ресторанов открыл развлекательных центров не волнуйся не волнуйся я понимаю как это сейчас это невомнение у меня просто першило в городе а хорошо собственно в 77 году он открыл сеть семейных ресторанов и развлекательных центров назывались они чак н чиз а вот чьё это интересно а вот в 83 году вместе со стеном хане он основал компанию этак для выпуска разработанной ими компьютеризированный а навигационные системы для автомобилей а собственно ну уже вот прочел буквально немного а уже видно какой был и сейчас есть великий человек ну да и вот если бы его поставили если бы компьютер гейминг город существовал восьмидесятых то наверно первое место поставили но 97 и вот эээ ответ на вопрос на какое место в 1997 году жанал компьютер гейминг вору поставил основателя отарьи нована бушна по в списке самых влиятельных людей игровой индустрии за все время я могу взять такую знаешь мини паузу и просто для интереса тебе озвучить а кто был на каком месте да желательно мне вот интересно давай сейчас мы это и сделаем вот кто был на первом и на седьмом а дальше уже интриж седьмое место джон ромеро то есть он все-таки пониже поставили интересно шестое место брэдс перри команды конкурер дюна 2 да 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 на первом месте сид мир а цивилизация кстати кстати да логично я просто не помнил когда цивилизация выходила мне казалось она что-то в бородатых девяностых четыре третьего на втором месте джон кармак пожалуйста на третьем ричард гэриот за серию altima на пятом но он бушным а на четвертом алексей пажатнов правильный ответ уху наконец-то у нас первый в истории игроман ой ха 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 потрясающе да невероятно потрясающе да у меня слов нет одни эмоции это на моем лице наверное видно прекрасно chocolate рубль сберег мне шесть тысяч рублей считает и получается что я выиграл уже больше чем в телеверсии даже с вычетом налога да однако Ну вообще там список Вообще список назывался 15 самых Влиятельных людей в игровой индустрии На восьмом был Миямото На девятом Трип Хоукинс На десятом Роберто Уильямс Кингс Уэст, если кто знает Одиннадцатая Питер Малинье О, тоже Легенда Я так вот Отмазывался, как Питер Малинье Вообще многие бы Сказали, там 15 людей было Можно было бы ради прикола на 15 Вариант ответа поставить Но все же, да, это было бы Слишком просто Двенадцатое, Уилл Кроудфеер И Дон Вудс За создание оригинальных адвенчур На тринадцатом Алекс Сент-Джонс За АМС Windows Скотт Миллер на 14 Ну и на 15-м был Рон Гилберт Как говорится, ну реально Где в этом списке Мать твою Хидео Кодзима Вот вопрос, да? Ну, на тот момент Он еще недостаточно был гением Касаемо Ну, то есть В лице, так сказать Нас как фанатов Итак, первые слова Первого в истории Игромана Пожалуйста Говоришь, как Дмитрий Саныч Ну что, первые слова Вот мое первое слово Пожалуйста Что я могу сказать Вопросы Прекрасные Очень Ну, во-первых, повезло Опять же Повезло Очень сильно повезло Особенно с монеткой Потому что Ну, если бы она упала на решку Что я? Три скажу Да, конечно Пришлось бы сказать Касаемо прошлых вопросов Ну, естественно Зависит все от человека Кому-то легко Кому-то нет Но я скажу одно Не бойтесь Рискуйте Отвечайте И пробуйте Потому что Три игры за Ну, либо Да, знаешь Три игры за 2000 рублей Это на самом деле Уже малая инфляция Вот если бы Была одна игра За 7000 рублей Вот это уже Но если бы мы На PlayStation игры раздавали Тогда да Но тут же на ПК Знаешь Сейчас на ПК тоже Игры столько стоят Ну, это новинки Естественно Новинки, да А так сейчас Некоторые игры До сих пор можно За 2 ксаря Спокойно найти Знаешь Я скажу одно Действительно Не бойтесь Рискуйте Играйте И самое главное Самое главное Это вот Сидите Так сказать Не воспринимайте Не воспринимайте Какие-то проигрыши Всерьез Вот сами видели Да, то есть Как бы 15 вопросов Так сказать Простенько Полтора часа Всего-то Да И главный приз Может стать вашим Да, дорогие друзья Естественно Приходите Приходите Смотреть мои Выпуски 25-летия Обязательно Да, кстати Дорогие друзья Ну, как бы Реально У нас Я много Уже за 4 года Повидал Людей Которые Писали мне В личных сообщениях Что боятся Подавать заявку Потому что Боятся опозориться Ну, блин Если бояться Опозориться Где-то То можно вообще Тогда всего в жизни Бояться Как бы Здесь же Не миллионная Аудитория тебя смотрит Да, как на телеверсии Кто хочет стать миллионером Тем более Тем более Как бы аудитория Миллион раз меньше Поэтому Как говорится Пожалуйста Кто Хочет Подавать заявки На следующий сезон Заявки открыты До сих пор Также Кстати говоря Символично Финал сезона И наконец-то Кто-то у тебя Что-то выиграет Да Это очень символично И Я уже Предвещаю Моменты Где будут писать Что вот Все-таки Да Человеку Ты Купили Купили ответы Да И ведь Когда я у тебя Буду там Выпуски Там тоже будут Наверное Писать об этом Ну, я не знаю Я не буду говорить На каком я Вопросе Остановился И так далее То есть В любом случае Это все Вы посмотрите Ждем Хейтеры есть всегда А то Ну, нет Я просто веду к тому Что по-любому Будут писать Потому что Ага, вот сначала У него поучаствовал А теперь тот у него Участвует Ага, что-то тут Такое замешано Кумовство Да Кумовство Кумовство Дорогие друзья Вот такой вот он Финал сезона Спасибо большое Всем, кто сегодня был И весь этот сезон Мы вернемся В скором времени Чтобы снова узнать А кто же еще хочет Стать игроманом Для того, чтобы мы Об этом узнали Подавайте заявки Все ссылки вы найдете В описании В группе ВКонтакте В группе в Стиме И в канале В Дискорде Также не забывайте Что наконец-то Открытые заявки Вы можете подавать Уже и на новый Уникальный В первой в истории Онлайн форматов Миллионера Спин-офф Который стартует Уже совсем скоро Меня зовут Александр Вороженок Игрок был сегодня Антон Марченко Увидимся Совсем скоро Это была программа Кто хочет стать игроманом Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok